Во-первых, он показал, что он в хорошей форме. Во-вторых, мне кажется, что ему удалось использовать вопросы представителей средств массовой информации, в том числе и не очень дружественных средств массовой информации, в свою пользу. Мне кажется, что он неплохо ответил на вопросы представителей радио «Свободы», представителей «Немецкой волны» и представителей «Народной воли». Может быть, немножко неубедительно на вопрос как раз представителей белорусских новостей, но в целом я знаком с стилем и манерой высказывания Александра Григорьевича. Я его интервьюировал в 2011 году. Мне показалось, что он в хорошей форме и хорошо ответил на большую часть вопроса. Те же, кто слышал, зачастую формируют свои представления, исходя из тех перечней, в которых Беларусь иногда упоминается. Например, какой-нибудь там комитет ООН по правам человека может упомянуть Беларусь через запятую с такими странами, как Северная Корея, Бирма, которую сейчас называют Мьянмар, или, может быть, Сомалия или Центральная Африканская Республика. С моей точки зрения наличие Беларуси в этом списке ничем не обосновано, но в то же время создает определенные представления о стране. Тут мой коллега в БГУ пригласил двух студентов, которые сюда приехали. Один из Голландии, а другая вообще там из Новой Каледонии. Я думаю, это не секрет. И им обоим говорили, вообще, куда вы едете, там вообще людей на улице крадут. И вообще там опасно. Они приехали и удивляются. Здесь на улице целуются, как в Париже. И, в общем, все им здесь понравилось. И абсолютно они... И мне это кажется типичным. Я эту историю слышал пару дней назад. И мне это кажется достаточно типичным. Я слышал это и раньше. В общем, к сожалению, имидж Беларуси нуждается в существенном улучшении. И эта страна, вне зависимости от вашего отношения к руководству Беларуси, заслуживает лучшего имиджа. С моей точки зрения. Понимаете, в чем дело? В средствах массовой информации на Западе о Беларуси не слишком часто пишут. Но когда пишут, то зачастую создается впечатление, что об этой стране можно написать, ну, все, что угодно. Ибо круг экспертов, разбирающихся в том, что здесь на самом деле происходит, достаточно узок. И, соответственно, пишущий о Беларуси может, как по-английски говорят, get away with it. То есть безнаказанным остаться независимо от того, что он и она напишут. С такой степенью безответственности очень трудно написать, скажем, о России или даже об Украине. Поскольку есть гораздо большее число людей, которые могут оспорить написанное вами, если не на уровне политических предпочтений, то хотя бы на уровне знания источников и повседневной жизни, и каких-то материалов, которые, так сказать, подпирают то, что вы написали. О Беларуси зачастую можно написать все, что угодно. И это очень печальная ситуация. Я, в общем, стараюсь как-то бороться с этой тенденцией, но своими скромными силами. Ну, надо пытаться обсуждать эти проблемы, видимо, первоначально в более-менее закрытом режиме, с тем, чтобы руководство страны не боялось потери лица или, так сказать, не ощущалось, что к нему относятся как к третьеразрядному или второразрядному партнеру, чтобы оно не ощущало вот этого давления. Я думаю, что возможности для такого урегулирования, они не были использованы после 19 декабря 2010 года, хотя на более ранних этапах, вот когда, в частности, там освобождали Козулина, там, в 2007, что ли, или 2006, тогда такие возможности были использованы. Я думаю, что обе стороны, возможно, действовали несколько радикально. Белорусская сторона поспешно обвинила Запад и определенные страны, там, в частности, Польшу и Германию в том, что их спецслужбы здесь устроили нечто неприличное, а Запад захлопнул дверь тоже. И мне кажется, что обе стороны могли бы немножко успокоиться и начать обсуждать это в каком-то более взаимоуважительном режиме. На ваш взгляд, есть основания полагать, что такие процессы возобновятся? Думаю, что да, думаю, что да. У этого возобновления нет альтернативы. Думаю, что возобновятся, да. А как скоро, на ваш взгляд? Мне трудно судить. Мне кажется, что возобновятся довольно скоро. По крайней мере, это произойдет более чем за год до новых президентских выборов в Беларуси, потому что в период президентских выборов обычно происходит обострение, а между ними существует большее поле для маневра. Так что вполне возможно, что это произойдет. Но опять же, может и не произойти, поскольку сейчас развитие событий после 19 декабря усугубило эту асимметрию внешней политики Беларуси. По мнению многих аналитиков, так сказать, геополитически, экономически Беларусь гораздо больше степени сейчас зависит от России, чем от западного мира. Соответственно, потепление может и не произойти. Но мне почему-то все-таки кажется, что оно произойдет. Ну, видите ли, разговор с руководителем государства, это просто выражение... С его стороны была выражена готовность это сделать. Но он выражал эту готовность и раньше, при условии, что противоположная сторона, так сказать, не будет оказывать давление. Будет как бы спокойнее относиться к переговорам на все эти темы. Мне кажется, что есть определенная возможность для этих разговоров. Тут нужна какая-то толика реализма, политического реализма. Дело в том, что то, чего хотят определенные силы на Западе, они все равно добиться не могут в обозримой перспективе. И белорусская сторона понимает, что она не может добиться максимального потепления, не давая ничего взамен. Если обе стороны это понимают и придают важность этим контактам, и если с обеих сторон работают думающие эксперты, то почему же нельзя выйти на какие-то переговоры? Да, но политическая воля в отношении возможности этих уступок, мне кажется, есть. Более того, она была продемонстрирована, когда целый ряд заключенных вышли из тюрем, особенно те, кто подали прошение о помиловании. Сейчас остается, по-моему, 10 человек, если я правильно понимаю, тех, которых считают политическими заключенными. Но глава государства не считает их политическими заключенными? Да, он не считает их политическими заключенными, он говорит, что они сидят по уголовным статьям. Но они сидели те, кто лучше. Верно, они написали прошение о помиловании. Не все. Не все, да? Ну, вполне возможно, что в отношении тех из них, кто не написал прошение о помиловании, как раз и подействовало вот это вот желание пойти навстречу кому-то. Вполне возможно. Продолжение следует...